Росчерк пера и печать. Соглашение между уполномоченным по правам ребенка и региональным отделением пенсионного фонда подписано. Теперь аппараты будут работать вместе. Практически рука об руку будут просвещать рязанцев и жителей области по вопросам мер социальной поддержки. И есть о чем. Одних только пособий семьям в регионе около десятка. Как правильно Илья Борисович отметил, сейчас приоритетное направление государства – это социальная поддержка семей с детьми. И вот как раз наша задача, моя как уполномочная по правам ребенка, моего аппарата и регионального отделения пенсионного фонда, чтобы эта социальная поддержка дошла до каждой конкретной семьи. Почти четверть миллиарда рублей – размер пособий, которые получат 15 тысяч рязанских детей. Конечно, сумма впечатляет. Выплаты назначаются семьям с детьми, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. Принимали заявки с начала мая. Сами выплаты обещают совсем скоро. При назначении выплаты пенсионный фонд проводит комплексную оценку нуждаемости семьи. То есть оценивается доходы семьи, оценивается занятость родителей, имущественная обеспеченность. Смотрят и на размер жилплощади, и количество транспортных средств. По расчетам пенсионного фонда на такие выплаты могут рассчитывать до 90 тысяч семьи региона. Поэтому вопросы у многих не могут не появиться. Консультируют даже онлайн через соцсети, чтобы все получили должную помощь. Есть, однако, и те, кому сейчас до назначения выплат не хватило всего ничего – нескольких сотен рублей. Рассчитываются пособия с показателем род. Теперь с первым днем лета цифра эта вырастет на 10%. И людей проконсультируют дополнительно в индивидуальном порядке. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. Продолжение следует...